Это Русская служба Би-Би-Си, подкаст «Что это было», меня зовут Сева Бойко, всем привет. Украинская армия продолжает наступление в Курской области. Российской армии по состоянию на утро 9 августа не удается его остановить. Как донекоза шли украинцы, как обороняются россияне и что происходит с мирными жителями, сегодня расскажут в подкасте «Что это было» журналисты Русской службы Би-Би-Си Илья Абишев и Амалия Затри. Ребят, привет. Привет. Привет, Сева. Илья, давай начнем с тебя. Из последних новостей на момент нашей записи. Это второй час дня по Москве. Поступают сообщения об ударе по российской военной колонне в Курской области. Что нам об этом известно? И главное, можем ли мы подтвердить правдивость тех видео, которые появляются в Тиннеграме? Да, есть уже подтверждение из независимых источников. Колонну разбили. Есть информация, что там было 14 грузовых автомобилей, Камазы и Уралы. И они шли со стороны Льгова в сторону населенного пункта Рыльск. Это еще один райцентр на западе Курской области. И прямо перед подходом к Рыльску в районе села Октябрьское колонна попала под удар, судя по всему, ракетами «Хаймарс». И была практически полностью разбита. Вот такие события сразу вызывают в память самое начало войны, когда большими колоннами с большим количеством пехоты двигались российские войска по территории Украины, прямо в февраль 22-го года. Почему мы давно не слышали о таких происшествиях, и теперь снова это происходит? Ну вот Z-блогеры, конечно, сильно возмущаются и говорят, что российские военные, многие российские военные, они просто необучаемы и продолжают ходить вот такими колоннами. Звучат даже призывы предавать таких командиров военно-полевому суду. В общем, увы, такая практика давно сложилась еще со времен Советской армии. Были случаи попадания в засады в Афганистане, это происходило и в Чечне. Был случай, когда во время августовской, кстати, тоже войны с Грузией, большая колонна российских войск попала в засаду. Но то были именно засады. И то же самое было во время, в начале, на первом этапе российского вторжения в Украину, когда попадали в засады под удары диверсионно-разведывательных групп. Ну, как правило, это колонны снабжения попадали в засады. В этот раз получилось, что удар был нанесен ракетами «Хаймарс». Вообще, надо сказать, что по движущейся колонне нанести такой удар – это очень сложная операция, поскольку «Хаймарсы» не наводятся по ориентирам, и по движущейся колонне, в общем, это довольно трудно сделать. Но если выяснится, что колонна остановилась, а средства разведки тоже там присутствуют, дроны висят везде, то, в общем, в таком случае расклад получается неудивительным, поскольку дрон быстро передает на пункт управления огнем информацию. Оттуда тут же следует команда огневым установкам, которые мгновенно могут нанести удар. И поскольку ракета «Хаймарс» очень быстрая, сверхзвуковая, она летит там, буквально счет на секунду идет, не на минуту. Мы понимаем, что за люди находились в этой колонне и сколько погибло? Сколько погибло, мы, конечно, не понимаем, но, в принципе, такая машина может перевозить… Одна машина может перевозить 30-40 человек. Сколько там в действительности находилось – неизвестно. Сообщают, опять же, российские источники, что там было около батальона. Каковы потери среди этого батальона, сказать трудно. Но на кадрах, конечно, видно много тел погибших. Давайте перейдем к диспозиции, собственно, на вот этом Курском театре боевых действий, если уже можно так это называть. Мы в среду с тобой говорили, что украинцы продвинулись на 7-10 километров от границы вглубь российской территории. Закрепились там, обходили на тот момент с двух сторон райцентра Суджа и вводили в бой новые силы. Что изменилось по состоянию на пятницу и в каких населенных пунктах, или вокруг каких населенных пунктов сейчас идут бои? Ну, смотри, все, конечно, скрыто туманом войны, а сообщения, официальные сообщения и Минобороны, и официальных властей Курской области, конечно, мало проливают света на происходящее, но вот даже судя по этому удару, который нанесен в районе села Октябрьское, понятно, что российские войска подтягивали силы к городу Рыльску, райцентру на западной области. Соответственно, у них есть тревога и за это направление, поскольку предполагается, что возможен удар со стороны границы, встречный удар на Рыльск, а оттуда уже на другой населенный пункт Коринова, который с другой стороны уже с юго-востока пытаются взять украинские войска. То есть одно направление удара идет с юго-востока и ожидается второй удар с запада, с северо-запада. Вокруг Суджи продолжаются бои. Восточная часть города остается под контролем российских частей, но она очень небольшая. И там осталась одна буквально дорога для отступления на северо-восток. С севера в районе Казачья Локша, судя по всему, взята. Малая Локша, там идут бои. К югу также украинские части пытаются продвинуться и расширить зону своего контроля. А вообще они наносят удары по разным направлениям, поскольку сплошная линия фронта отсутствует, у них есть оперативные просторы, они могут действовать во многих местах и на разных направлениях. Еще один относительно крупный по меркам вот этой украинской операции город, который упоминался в связи с украинским наступнением, это НГОВ. Первая буква Л. 17 тысяч жителей, по-моему, если я не ошибаюсь. Какую он роль может играть сейчас? Ну, дело в том, что НГОВ фактически прикрывает город Курчатов, где расположена Курская АЭС. В случае, если украинские войска до него дойдут, во-первых, это будет означать, что их планы не ограничиваются захватом юга Курской области. И не исключено, что они могут предпринять попытку взятия под контроль и самой Курская АЭС. Серьезность этого шага и вообще последствия, по-моему, объяснять не нужно. Ну и кроме того, от Лькова недалеко, собственно, до областного центра Курска. Еще подробнее поговорим о возможных планах этого украинского наступнения. Сейчас хочу, Аман, тебе передать слово и поговорить о людях. Мы уже упомянули несколько населенных пунктов. Сотни квадратных километров составляет площадь боевых действий. И там, в общем, везде есть мирные жители. Как вот те события, которые описывает Илья, выглядят их глазами? Ведь ты с ними говорила. Да, я с ними говорила. Я поговорила с двумя девушками, одна из которых живет в городе Суджа, а вторая живет в Слободе за Олешенко. Это рядом с Суджей. Они обе смогли уехать утром 6 августа. То есть они пересидели ночь, и после этого они уехали. И надо понимать, что город Суджа находится примерно в 10 километрах от границы с Украиной. И его жители уже на протяжении достаточно долгого времени живут фактически под обстрелами и постоянно слышат звуки боевых действий. Но обе моих собеседницы сказали, что вот того, что они пережили в ночь на 6 августа, они еще не переживали. По их словам, примерно в 3 часа ночи стали слышны очень-очень громкие звуки боевых действий. И они практически всю ночь не спали. Собрались всей семьей дома. Одна из моих собеседниц с семьей пряталась всю ночь практически в ванной. И рано утром, примерно полседьмого утра, они решили просто уехать из города. Не потому что обстрелы прекратились, а потому что они стали немного потише. И они выехали. У них была своя машина, они на ней выехали из города. И они ехали по трассе, все было еще хорошо. Но они потом говорили со своими знакомыми, которые выезжали позже. И они уже рассказывали, что когда они ехали, на трассе можно было встретить какие-то сожженные автомобили. То есть были видны какие-то следы обстрелов. Вторая моя собеседница выезжала полдесятого утра, примерно тоже вместе с семьей и с детьми. И она говорила, что уже на этот момент трасса обстреливалась. И даже они сами чуть не попали под обстрел. То есть буквально они проехали какое-то место, и через несколько минут там был удар. Еще один из самых, наверное, известных происшествий, которые произошли 6 августа. Это, собственно, молодая семья, которая попала под обстрел. Они выезжали на двух машинах. То есть муж ехал первый в одной машине, а жена ехала тоже за рулем второй машины вместе со своей мамой и с их маленьким ребенком. Ребенку год и восемь месяцев. Они жили в деревне Куриловка. Это примерно в 15 минутах езды от Сульжи, немножко поближе к границе с Украиной. И на этом участке дороги до села Гончаровка. Они попали под обстрел, который велся из кустов, как потом рассказывал молодой человек. Его зовут Артем Кузнецов. И он даже сначала не понял, что это именно обстрел. Он думал, что это просто российские военные сбивают дрон, как он потом рассказал журналистам. Он сначала не придал этому значения, потому что он привык уже к тому, что российские военные сбивают дроны. Но потом начался обстрел непосредственно машины. Он был вынужден остановить движение, встал. И понял, что что-то не так, когда его жена, которая ехала вслед за ним, врезалась в его машину. Ему пришлось выйти из машины, жена была уже ранена. Они все вместе с бабушкой и сыном смогли принести ее в первую машину, довезли из больницы, но спасти жену не удалось. Но нет информации достоверной о том, собственно, какие военные российские и наукраинские стреляны. Да, естественно, такой информации достоверной нет. Собственно, сам Артем Кузнецов и российские СМИ, которые с ним поговорили, он много с кем поговорил, убеждены, что это были украинские военные, но мы, естественно, не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. И еще тут важно сказать, что вчера он написал у себя в социальных сетях, что он сейчас занимается организацией похорон, и он написал, что тело его жены не могут вывести, собственно, из Суджи, потому что там сейчас достаточно тяжелая обстановка. И местные жители записали вчера вечером видео обращения к Путину, в котором просили какой-то помощи. И, в частности, сказали, что они с первых дней еще поддерживают так называемую специальную военную операцию, помогают российским военным и не понимают, почему в ситуации, когда украинские военные вторглись в их область, они остались без помощи. То есть эвакуация, они сказали, что там есть села, которые вообще не эвакуируют, люди вынуждены как-то там сами через реку вплавь выбираться. Про эвакуацию чуть-чуть попозже еще поговорим, когда будем обсуждать последствия всей этой украинской военной операции. Но давай пока с ее детальными попробуем разобраться, давайте попробуем вместе это сделать. Илья, что стало известно о силах и средствах ВСУ, какими соединениями они наступают, чем вооружены, собственно, с помощью чего они сумеют посеять вот этот хаос, который только что описал Аман. Тут сложно сказать, потому что, во-первых, официальные украинские власти и в первую очередь украинский генштаб красноречиво молчит на этот счет. Украинские эксперты тоже не высказываются, не дают никаких оценок относительно численности и относительно вооружений группировки, которая вторглась в Курскую область. И поэтому тут больше приходится полагаться на сообщения российских очевидцев и тех же самых военных Z-блогеров. У них тоже, конечно, данные разнятся, но как-то все в целом сходятся на том, что около 4-5 бригад задействованы в этой операции. Некоторые приводят данные о 8 бригадах, плюс ряде вспомогательных подразделений и других боевых батальонах. Здесь, конечно, опять же, вторая сложность в том, что необязательно все эти силы будут вводиться одновременно. Обычно так и делается. Сначала вводятся разведывательные подразделения, потом передовые ударные, а уже затем подтягиваются иногда войска второго эшелона, также средства обеспечения, поскольку подразделения, которые углубились на какую-то территорию, на значительное расстояние, они нуждаются в средствах поддержки, они нуждаются в боеприпасах, продовольствии и так далее. Что касается вооружения, я видел сообщение о том, что используется западное вооружение в ходе этой операции. Ну да, используется БМП «Страйкер», которые, судя по всему, в ВСУ накопили. Они их мало использовали во время прошлогоднего контрнаступления в Запорожской области, поскольку, видимо, не хотели, чтобы они были уничтожены. Они их решили сохранить, и вот именно здесь эти средства оказались эффективны. Опять же, в условиях отсутствие сплошной линии фронта, когда есть оперативный простор, вот эти многочисленные мобильные группы, действуя в разных, в самых разных направлениях, прорываются на разных участках, и, в общем, даже часто создают видимость большего присутствия, чем есть на самом деле. Ну, поскольку одна и та же боевая группа может появиться в течение двух-трех часов в нескольких селах сразу. То есть она заехать может в одно село, потом в другое, в третье. Из каждого села будут поступать сообщения о том, что туда зашел противник, а фактически это может действовать всего одна боевая группа. Слушай, вот я понимаю, что трудно в этих условиях подсчитать количество украинских сил, задействованных в этой операции, но мы можем хотя бы порядок примерный назвать? Это тысячи людей, десятки тысяч? Ну, смотри, Форбс говорит о шести тысячах, которые уже на данный момент находятся на территории Курской области. Если же в целом речь идет о четырех бригадах или пяти бригадах, то это будет 16, а то и 20 тысяч человек. Можно опираться и на такие цифры, но, опять же, повторюсь, скорее всего, они вошли еще только частично на территорию Курской области, и дальше украинское командование смотрит за развитием ситуации, потому что, может быть, они потребуются на одном участке, а могут потребоваться на другом. Как вот эти мобильные, оперативные, с точки зрения противника, хаотичные, возможно, атаки, влияют на российскую оборону? Что она собой сейчас представляет? В среду ты говорил о том, что первый удар приняны на себя погранвойска, были подтвержденные сообщения о единичных случаях пленения, теперь много в интернете расходится информации о том, что и десятками в первые дни боев сдавались российские военные, но это все тоже нужно проверять и подтверждать. А кто сейчас и как воюет против украинцев на российской стороне? Ахмат упоминался в связи с этим и даже бывшие вагнеровские наемники. Совершенно верно. Российское командование сейчас спешно перебрасывает на горячие участки силы отовсюду, откуда может взять. То есть все свободные резервы снимаются, да, и было сообщение о вагнеровцах, которые даже из Африки для этого прилетели. Да, там действует интернациональный батальон Ахмат, по-прежнему действуют срочники и погранцы. Есть сообщение, что даже так называемые космонавты, это подразделения космических войск, участвуют в отражении наземного вторжения. Я понимаю твое удивление, но это факт. И пехотные подразделения тоже туда перебрасываются. Еще два сообщения хочу тебя попросить коротко прокомментировать по поводу военных, задействованных в этой оборонительной операции. Были сообщения о том, что спецназ ВДВ переправлены в Курскую область. И я читал в одном из провоенных тенеграм-каналов, что было переправнено из Донбасса подразделение военное, которое еще с 2014 года в качестве ополченцев там воевало. Пятнашки, Пятнашки, да, было. Оно с 2014 года старое, да, подразделение из ополченцев. Правда, как-то скептически оценивают их боевую мощь. Опять же, те самые Z-блогеры. Я, наверное, не стал бы в данном случае судить, насколько они эффективны в бою, но, по крайней мере, в Донбассе они воевали. Проблема здесь в том, что им часто приходится вступать в бой буквально с колес на незнакомой местности. Это относится не только к Пятнашки, но и ко всем подразделениям и соединениям, которые перебрасывают со всей страны. Это абсолютно ко всем подразделениям. Это всегда трудно, поскольку нет рекогноцировки, когда ты не знаешь дислокацию своих и чужих подразделений или плохо знаешь. Ты плохо знаешь местность, где болото, где река, где... Где овраги, где холмы. Да, где, собственно, находится против, где враг, где свои и так далее, где средства артиллерии, где опасные участки, где возможность прорыва и так далее. Это всегда очень тяжело в таких условиях вести бой, но тем не менее приходится. И, кроме того, поскольку нет сплошной линии фронта и удары следуют на разных направлениях, трудно понять на данном этапе, откуда последует основной или самый опасный удар. И из-за этого часто приходится маневрировать силами, перебрасывать их и зачастую не на самые выгодные, не на самые нужные направления. Это эффект первых дней неожиданного наступления. Это бывает так часто. Мы понимаем, какая на земле тактическая цель у этого наступления. Сейчас мы говорим не про большой стратегический замысел, а про то, какие населенные пункты обведены на украинских штабных картах жирным красным кружком. Ну, как раз украинские штабы никак эту информацию не комментируют. Кстати, вот я видел карту ICV, института изучения войны. Тут надо сразу оговориться, этот институт дает самую-самую консервативную оценку всегда, очень осторожную, то есть только на основании подтвержденных точек геолокации они выстраивают эту карту. И вот, судя по их карте, там где-то около 80 или 100 даже квадратных километров занято ВСУ на глубину до 10 километров, ширину там до 15. Но, опять же, это очень консервативная карта, поскольку уже тогда были сообщения, что ВСУ действует на большом удалении, то есть от тех даже точек, которые обозначены на карте ICV. На картах провоенных российских блогеров, в общем, эта зона украинского контроля гораздо шире, шире и глубже. Мы с тобой в среду называли, значит, такие названия населенных пунктов, как Суджа, Курчатов, ты сегодня упоминал Коренево. Понятно, в какую сторону разворачиваются эти украинские части? А вот, кстати, не очень понятно. На Коренево, да, удары были. Да, и были предположения, что могут зайти на Рыльск и ударить с другой стороны, но это, опять же, предположение. Пока что вырисовывается такая ситуация ВСУ. Прежде всего, стараются закрепиться на уже занятой территории и, может быть, отбить еще какие-то населенные пункты, которые им нужны в качестве опорных пунктов, где будут выстраиваться линии обороны. И явно они пришли туда не на один день, они явно хотят плотно закрепиться и обосноваться там. Сейчас они решают вопросы логистики, вопросы снабжения той группировки, которая уже находится на территории Курской области. Это как бы их главная, первоочередная задача. Амания, мы только что упомянули Коренево, и ты общалась с российским волонтером, который в Коренево побывал пару дней назад. Мой тезка Всеволод, его зовут, тоже настоящее имя, между прочим. Скажи, пожалуйста, что он тебе рассказал, что он там видел? Да, ну, я сразу говорю, что с Всеволодом общалась не я, а моя коллега Настя Голубева, с которой мы писали текст. И Всеволод оказался в Курске, потому что он приехал туда в командировку из Подмосковья. И когда пошли новости о том, что в СУ вторглись в Курскую область, он решил, что он хочет помогать людям уезжать из тех районов, которые затронуло вторжение, потому что у него была машина, и он решил всем помогать. И тут тоже я скажу, что с эвакуацией там, ну, естественно, были большие проблемы, не у всех были свои машины, и некоторые люди из других районов Курской области или просто из каких-то других соседних регионов решили просто приехать сами на своих машинах и помочь. И вот Всеволод оказался таким человеком, он поехал в Коренево. Коренево – это поселок городского типа, и население у него примерно такое же, как в городе Сульжа, то есть примерно пять тысяч человек, довоенное население было. И он находится, если смотреть со стороны границы с Украиной, то немного левее от Сульжа, там на расстоянии, наверное, получаса езды. Поступала информация, что украинские военные, вошедшие в Курскую область, подошли вплотную к Коренево, и там тоже шли боевые действия, но Всеволод очень сдержанно описал ситуацию. Он сказал, что в Коренево терпимо, но небезопасно. Другая местная жительница, с которой поговорила моя коллега Настя Голубева, описала немного другую картину, сказала, что в Коренево уже почти никого не осталось, и что там все разрушено. Ну, здесь нужно оговориться, что, возможно, люди, о которых ты говоришь, были там в разные дни. Всеволод вообще провел там буквально, я так понимаю, несколько часов, и, конечно, ситуация в развитии очень быстро меняется, и нужно понимать, что это некий срез во времени и пространстве, да? Да, ты совершенно прав, и я еще хотела сказать такой момент, что, естественно, есть какие-то местные паблики в ВКонтакте, например, которые все сейчас мониторят, и в основном там пишут какие-то люди, которые уже находятся не там, потому что в самой Судже и в Коренево сейчас уже почти нет связи, и люди, которые оттуда уехали, не могут связаться с теми, кто там остался, потому что там еще остаются люди, кто-то просто не захотел оттуда уезжать, как бабушка и дедушка моей собеседницы, так и люди, которые просто не смогли пока что уехать, с ними нет связи, и, например, местный паблик Суджи во ВКонтакте, он переполнен сейчас фотографиями каких-то людей, близкие публикуют их фотографии, потому что не могут их найти, не могут с ними связаться, и оставляют свои телефоны, просят связаться, рассказать, что с их близкими, и также там стали появляться фотографии как раз-таки вот таких вот волонтеров, которые поехали вывозить людей, и с которыми тоже пропала связь, вот я сегодня утром заходила и видела нескольких таких человек, один был волонтером, и перестал выходить на связь, поехал из другого района в Суджу, и пропал, и еще один человек, местный житель, он сначала вывез часть своей семьи, и потом вернулся за братом, и тоже перестал выходить на связь. Ну, ты вот сейчас описываешь деятельность каких-то волонтеров, активность, которая происходит в местных сообществах, в соцсетях, но хочется спросить, что власти делают, и что они вообще должны делать в этой ситуации, и контролируют ли они то, как, откуда, куда эвакуируются люди, помогают ли они с этим? Что власти должны делать, это основывается на том, как власти вообще оценивают то, что там происходит, то есть, я объясню, что военное положение в российских регионах не введено, оно введено только на территории областей Украины, которые аннексировала Россия после начала вторжения. В Курской области, которая граничит с Украиной, еще в ряде приграничных областей и в аннексированных Крыму и Севастополе действовал средний уровень реагирования, то есть, он предполагает, что в случае необходимости жители этих регионов могут быть переселены, и в этом случае их должны где-то разместить, то есть, предоставить пункт временного размещения. В Курской области действовал такой средний режим реагирования, и вскоре после начала вторжения украинских сил в Курскую область, то есть, не прямо в этот день, но вскоре, на следующий день. В Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации предполагает, что власти обязаны информировать население о том, что им нужно делать. То есть, он не предполагает обязательную эвакуацию, обязательная эвакуация решается, нужна она или нет на отдельном каком-то собрании властей, и такого распоряжения пока что не было. Сегодня, то есть, я напомню, что на четвертый день вторжения украинских сил мы записываем этот выпуск, только сегодня власти ввели федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, то есть, там есть пять уровней реагирования, объектный, местный, региональный, федеральный и особый. Вот они ввели федеральный уровень реагирования, то есть, теперь предполагается, что на устранение последствий этой чрезвычайной ситуации должны выделяться деньги из федерального бюджета. Теперь по поводу эвакуации. Как я сказала уже, какого-то решения об обязательной эвакуации нету. Очень много каких-то сообщений от местных жителей на странице Алексея Смирнова. Это временно исполняющие обязанности губернатора Курской области. Люди пишут, что они не понимают, как им эвакуироваться, и тогда в комментарии приходят власти и пишут, что им нужно звонить по номеру 112. И отдельно очень много жалоб на то, что люди звонят по номеру 112 и не могут дозвониться. Власти говорили в первый день, то есть 6 августа, что они сами эвакуировали 200 человек и 2000 человек эвакуировались сами. То есть, больше данных таких они не предоставляли, но можно вот примерно сделать вывод о соотношении по этим цифрам. Вчера власти заявили, что из Суджанского района эвакуировано 3000 человек и 1500 человек разместили в пунктах временного размещения в Курской области. Еще ряд других областей выступили заявлениями, что они тоже открывают ПВРы у себя в регионах. Вчера местные СМИ публиковали фотографии, что первый день вот эта вот эвакуация людей, которые проводили власти, видимо, велась с помощью каких-то автобусов обычных, потому что там были фотографии, как люди садятся в эти автобусы. Вчера Смирнов встречался с Путиным и рассказывал, что теперь в целях эвакуации используются еще инкассаторские автомобили, которые местным властям передали банки до этого или вот сейчас. Но в основном большинство людей эвакуируются самостоятельно, не все решают остаться в ПВР, то есть некоторые люди ищут квартиры, например, в Курске, которые они могут арендовать. И Путин вчера распорядился выплатить по 10 тысяч рублей, единовременная выплата всем жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома. И это звучало несколько странно в условиях, которые мы видели, и в условиях того, с чем им пришлось столкнуться. Но об этой выплате Путина попросил сам Смирнов на встрече. То есть он рассказал, что местные власти предпринимают какие-то действия, но вот он еще хотел бы, чтобы и на федеральном уровне что-то было сделано, чтобы как-то помочь людям. Илья, понимаем ли мы сегодня на четвертый день, чего добиваются ВСУ и какие есть возможные сценарии развития событий? Ну давай возьмем короткий период прогнозы в ближайшие выходные. Как я уже говорил, очевидно, что ВСУ на данном этапе стараются закрепиться на занятых территориях, наладить логистику, наладить снабжение войск. А также, возможно, они постараются улучшить свое тактическое положение путем захвата еще ряда каких-то опорных пунктов, каких-то населенных пунктов. Не исключено, что дальше будет нанесен удар еще один и уже более сильный в направлении Коренова, а также, возможно, в направлении Рыльска. Ну, если посмотреть на карту, им хотелось бы срезать полностью вот этот выступ по линии Рыльск, суд же, примыкающий к украинской границе. Затем, вполне возможно, они постараются создать мощный укрепрайон на российской территории и выбивать их оттуда будет очень сложно, учитывая реалии нынешней войны. В реалиях нынешней войны выбить противника с занятой территории, если он хорошо сумел закрепиться и окопаться, очень сложно. Мы видим это и по примеру Харьковской области, мы видим это и по примеру Донбасса, мы видим это по примеру Запорожье, где, кстати, с обеих сторон очень мощные укрепления. А в дальнейшем нельзя исключать того, что вот эта захваченная территория Курской области может стать разменной картой в случае переговоров. Это раз, ну и безусловно стоит ожидать переброса туда значительных резервов российским командованием, которые ему придется снимать с других горячих направлений, в первую очередь с Харьковского, потому что группировка, которая действует на Харьковском направлении, она входит в группировку войск Север, которая должна обеспечивать охрану и границы, и территории, в том числе и Курской, а также Брянской области, ну и плюс Белгородской. Тут же получилось так, что основные силы были стянуты туда, под Харьков, и, как выяснилось, Курск прикрывать оказалось почти, что нечем. Коллеги, спасибо вам большое, я напомню, что я беседовал с Иньей Айбышевым и Амани Затари, журналистами BBC в подкасте «Что это было?», который можно найти на сайте русской службы BBC, в Тенеграме, на Ютубе и на многочисленных подкаст-платформах. Пожалуйста, где бы вы нас не слушали, подпишитесь, поставьте лайк или пять звездочек, поделитесь выпуском, который вам понравился, с друзьями и близкими, потому что все это позволяет большему количеству людей получить доступ к непредвзятой информации. Меня зовут Сева Бойко, новый выпуск «Что это было?» в понедельник.